В этом видео вы узнаете, как начать канал в новом интерфейсе. Итак, мы заходим на наш канал, точно также начинаем, нажимаем создать трансляцию и здесь мы видим, что у нас есть вот такая трансляция. Такое меню, оно может быть с подписями или без, если нам что-то из этого не нравится, можем нажать на вот эти три палочки. Откроем, чтобы все было понятно и видно. И здесь у нас есть варианты, это трансляции, веб-камера, также управление, это если у вас есть запланированная трансляция, они будут отображаться здесь. И если нужно прийти в классическую версию, можно нажать на эту кнопку. Нам же из этого нужно выбрать только веб-камеру, потому что мы хотим начать стрим именно при помощи неё. Сейчас у меня камера занята другой программой, я это сейчас исправлю. Теперь моя камера освободилась, я прописываю название трансляции, например, такой, раз трансляция тестовая, доступ по ссылке, надо или нет планировать, это уже решаем, мне не нужно. Настраиваем так, как нам нужно. Здесь тоже самые параметры, в том числе описание, категория, камера, какая-какой микрофон, можно зайти в расширенные настройки. Самое главное, после всех настроек нажимаем на кнопочку далее, она вот здесь внизу. Нажимаем сюда, фотографируемся. И здесь мы видим все необходимые нам кнопки. Не понравилась картинка, можем заменить здесь. Не понравилось название, тоже заменяем здесь. Внизу есть кнопка поделиться, то есть нажимаю сюда, копирую ссылку и отправляю всем людям, которые должны попасть на эту трансляцию. Если я хочу уже начать эфир, соответственно, нажимаю на эту кнопку. Сейчас трансляция запустилась только при помощи веб-камеры, нет никакой сторонней программы, которая могла бы в этом участвовать. То есть только при помощи этой камеры, сейчас я нахожусь во время прямой трансляции. Здесь я прямо вижу чат, могу общаться в нем с подписчиками, с зрителями. Внизу вижу работать микрофон, саму себя вижу на камеру. И самое главное, вот эта кнопка поделиться, самое главное, есть кнопка завершить трансляцию. Большая, красная внизу, нажимаем на нее после окончания всего эфира, нажимаем еще раз завершить. И здесь у нас появилась статистика по поводу прошедшей только что трансляции. Если хотим что-то там настроить, нажимаем на синенькую кнопочку и отсюда уже смотрим и меняем то, что мы хотим заменить. В этом видео вы узнали, как в новом интерфейсе начать стрим с веб-камеры и как найти все кнопки, которые были раньше в интерфейсе классической творческой студии.